Фамилия Солокасов Есен Карилович. Работаю на элеваторе. Судуга, двое детей. Дочка заканчивается институт. Сын женатый. Имеет двух внучек. Внучку и внука. Одно-три, внуку два годика. Но все меня. Люблю, я их вообще безумно. И передаю всем привет. Линочке. Лена Галандер лично такой сильный-сильный. Пламенный привет. Если бы это самое, я мог бы заскочить туда, я бы заскочил, съездил бы и... И выскочил опять. Ну, я плохотнюк. Плохотнючка. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Ну, может, кому-то не нравится, кому-то нравится. А, мне нравилось, да. Да, может, где-то. Ну, тут же не нравится. Вы не понимаете, что ли? Вы тоже нравились. Твои детей. И дочь замужем. В Германии живет. Два внука уже теперь. Старший внук в школу пошел. Младшей внучке три годика. Ну, уже бабушка я настоящая. Бабушка я хорошая, я считаю. Когда ты успела бабушке стать? Ну, как это? Ну, нам уже принесет. Сыну 20-й год. Ну, наверное, я надеюсь, если он пойдет в папу, то, может быть, он четыре раза женится. А если он пойдет в маму, то, наверное, два раза сожжает. Потому что не будешь нам его не делать. Не-не-не, девочки, не. В маму, наверное. Мы нажимшись вот так. Наверное, в маму. Да. А может, один раз не кого? Для чего мы собрались? Да, мы собрались, в общем-то, нас очень-очень, Лина, она теребила, она не знаю, как теребила по телефону, мне просто чисто, правда, стыдно. Я так фотографию не привезла, но кнопку сделают, я их обязала. Лина, я всех предупреждала, да, три на четыре. Мою сдала? Сдал. Тебя сдала. Ну, пусть как хотят. Ну-ка, ты да. Так, щелкай меня, пожалуйста, только не стопкай. Вот так. За совместную жизнь мы уже имеем двоих детей. Жен у нас россиянин, женился. Ребенка хотели вот поиметь, но никак что-то не получилось. Дело времени. Будем ждать нового. А дочь, а вот, вы видели, учится еще, да. Оля, иди сюда. Не все же могут показать дела. Снять, снять. А вот здесь, может, мы их будут звать. У вас с собой берутся. Ну что, мне она прошла, Светлана. Ну, надо было привезти. Ну так, мы пока рады, что все мы тут собрались. Жив-здоровые. Будем сейчас отчет держать со всех. Татьяна Иванова, или как вы? Да, да, да. А что вы меня? Ну, я... Второй раз замужем вдала. Нет, один, все, и все. Ты так не пугай, второй раз вдала. Хоть столько лет прошло, мы еще друг друга узнаем. Хоть начинаешь звонки кого-то, знаешь, где-то какие-то сплетни, какие-то там... Да хотя бы желание есть. Да, желание увидеться. Вот это точно. Просто уже старенькие, уже начнут года. Вот мы с Наташей начнем созвониться. Ну, начнем потом на похоронах только встречаться. Да, да. Ну, чтобы это оттянуть. Подальше. Ну, из-за того, что чаще встречался. Ну, что, Александр Крушинский? Да, говорю еще. Женат. Как был Крушинский, так и остался Крушинский. Две девочки прекрасные, не замужем, со мной жил, естественно. Куда же они от меня делаются? Работаю на алюмининг заводе мастером. Вроде все нормально, все хорошо, все есть. Ну, а теперь, что я хочу сказать. Я рад, что мы встретились. Пусть я вас не видел, за исключением некоторых, естественно, больше 30 лет. Хоть я и немножко с вами проучился, но все-таки... Вы, мой класс, я от вас ушел. Большой путь, как говорится, да? Путевка в жизнь. Путевку в жизнь, да. От вас получил, можно сказать. Я рад, что мы встретились. Я рад вас видеть всех. Ну, считаем, что практически никто не изменился. Такие же красивые, такие же интересные все. Ну, что я хочу пожелать вам, чтобы вы такими же оставались. Красивые, прекрасные, милые, любимые. Долгих вам лет жизни, здоровья вам. Ну, чтобы, конечно, мы встречались почаще. Удачи вам всем, здоровья. Ну, всего самого хорошего. Прошу про меня. Я по школе Трофиментка, а по мужу приехала. Семейное положение, пожалуйста, положите. Семейное положение. У нас три дочери. Про муков тоже как-то. Две внучки, двойняшки, унук Сергей. Считается... Все есть. Две дочери замужем, одна младшая. Этима замужем, 19 лет. Где-то пошла сегодня на работу устраиваться официанткой в ресторане. Какой, скажи, я заеду. Другой работы у нас, конечно, в Аксу нету. А ты где живешь? В Аксу. Аксу бывший? Ермак. Ермак. Ермаковский. Ну, как сказать. После свадьбы мы обосновались в поселке Ленинский. Прожили мы в своем доме 10 лет. Получил он квартиру в Ермаке от станции. Переехали мы туда, я тоже говорила, как ты, Саша. Будут мне 10 домов давать. Да я не поеду туда, я на частный дом в квартире. Четырехкомнатная квартира. Вот такая, только еще туда одну комнату добавьте, потому что точно такая квартира надо. Запасная? Да. Так он это было побольше. Прожили ему 10 лет. Он работает. Дети в школе. Я как завыла в этих четырех стенах. Говорю, нет, моя милая. Ты не работала? Поехали. А, какой работал? Я пока в Ленинском работала, пока, как это здоровье было. Сейчас я на пенсии, на инвалидности. Завыла я, поехали мы в деревню. Продали квартиру свою по дешевке, когда еще цены были копейки. Купили домик, боксу, поселки. Сами его купили там, короче, за валюху, мы ее сами отстроили. Можете приехать, посмотрите. У нас сейчас квартира, дом вернее, как ваша квартира. Вода в доме, туалет в доме. Все в доме. Сарай, баня. Говори, адрес приедем. Есть, есть. Приедем, в следующий раз приедем. Ради бога. Я в водку спошел. Ну, машина есть, ради бога. Ну, хоть куда поеду. Поехали. Через город. Вы же три года едете. А кто в пузыковки ведет? Если я говорю, а кто в колеса паланчик, я пойду. Опять в дом, это ладно. Пузыков себя во всем виноват. Зато на 7-м учебно ДТ-75. У меня двое детей, жена моя рядом. Живу в Германии. Живу в Германии. Живу в Германии. У меня 4 внука. Три внука, одна дочка, лапочка. Одна дочка всего. Зато лапочка. А так все у нас нехорошо. Работу настроить. Местная работа. Хвата. Хвата. А куда деваться? Дом построил. Дом построил. Молодец. Дуб квартирный. Дуб квартирный какой-то. С мужьями и садики. Делайте вы со мной. Мы поедем сейчас. Чего вы? Ну, 240. Сколько там ваших? Трех этаж. Ну, за это надо. Живите меня в доме, ребята, я вам скажу. Кто такая? Быстро. Представлять. Как фамилию назвать? Горелла. Мы с 15-м собрались. Как красивая фамилия. Горелла моя. Фамилия была. Конечно, рада всех встретить. Я очень, я хотела Сашу увидеть, конечно. Светку вообще. А я, ну так, про всех все это. Мне большой привет немцам нашим. Германии, Венечке. Марии, Егору. Всем-всем тоже большой привет. Короче, ну я вдовой стала. Так получилось. Трое детей. Бабушка скоро стала, наконец-то. Полтинник. Сын женат. И все. Может, никто не женат, не замужем. И няне замужем больше. И не буду больше. Я гуляю. А так а что у нас, что и шепка это? Уроженка? Уроженка. Мария, 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 Мария. Вы не облегаетесь. Нет, нет, нет. А где? Нет, виновник. А мне, Наташа, виновник. Товик, мужик? А, вот же они. Фамилию не меняла, так и осталась. Замужем. Уже 30 лет. Внучка есть 10 лет. Тогда успели, как 30 лет. Ой, нас трогали. Живую на втором Павлодаре. Работаю. Не поверите, девчата, массажистка. Да? Раздеваемся. Раздеваемся. Все с ночевой остаются. Батье у вас сильные руки. И парикмахерскую. Эрогический массаж делать или нет? Девочки, если честно признаться, я к этой встрече уже давно готовилась. Всем им, Анне, всем уши прожжала. Я так рада, что мы все встретились. И я вспоминаю наш первый класс. Такой старый, как же, да? Да, с печкой в школе. Я так... Барак, барак. Я так, знаешь, что хотела сегодня? Сережку Павлеченко увидеть, да? Честное слово, честное слово. Что, в углу с ним стоял? Нет, мы с ним учились. Я один раз взяла, это, как я, чернильницу ему на голову. Тык, я говорю, оп, он белобрысый же. Я вижу, что у него месяц голосовые, синие. Я вот хотела извинения у него. Я рада. Я рада, что мы его так встретили. Никто не изменился. Сашка, как был, такой и есть. Девчата, я вижу. Вовчик, тебе большое спасибо, что ты нас вот так вот сплотил. Вот приехал, сплотил. Вот так вот мы собрались, да? Ген, Наташа, вам спасибо, что вы нам дали свой шаграк, чтобы мы посидели вот так вот. Вы, извините, у нас видите, что он там. Да ладно? Что, вы сейчас обои наклейте? Я знаю, что... Сейчас еще... Выгоди оставление, как-то хамарок, нош. Своим германцам вот эти... И вот, Мояша... Гуличем, Герц, Бикер. Это мои... С моего... Санамайдана лейк пламенный... Да, да, да. Светлаша, милая, бикерничая. Замужем. Живу в детстве последнее. Тяжелые детей. Из девчат, наверное, самый последний я, наверное, замуж вышла. 27 лет я ушла, 28-й. Конечно. Девчата, кстати, сделала. Да, за дом мальчика нашла, ему 35. 35 лет всего было. И получилось так, что я местом рождении Кимоскута, и у него... У него сегодня день рождения, у меня завтра. Вот так. Получилось так. По мужу Абилова. Двое детишек у меня. Еще не дедушки, не бабушки. Будете, будете. Да, сын в армии после колледжа, 21 год уже. Доча 19, тоже чисто железнодорожники все. С всей семьей были. Да, доча учится восстанет. Светлаша. Ну, что вам сказать? Ну, все время, вот, как, начиная, в общем, 26 лет на железной дороге я. А теперь про нас там. Теперь про нас. Да. Тебе дадите это? Очень рада, что, вот, тоже, как Гуля говорил, я давно мечтала, прям мечтала наставить такую, вот, скучала все это самое. Благодаря вам, от Володи, Тани, спасибо, и, пожалуйста, нашим немцам, нашим землякам, Линникам особенно, им родителям, великим родственникам, Егору, Марии, всем привет, большой пламенный. Пусть будут все счастливы, не стареют, и нас пусть не забывают. Очень рады, вот, все, всем полдеть скоро, да, чтобы вот почаще встречались. Ну что, всем здоровья. Продолжение следует...